Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 39-й главе книги пророка Эзекииля, которые продолжают пророчества о Гоге и Магоге, начавшиеся в предыдущей 38-й главе. Здесь в 39-й Господь говорит Эзекиилю, ты из реки пророчества на Гога, напомню, что Гог из земли Магог, сильное грабительское царство, которое замышляет и затевает поход на землю Израилеву, чтобы уничтожить, разграбить, беззащитных, произвести грабеж и набрать добычу. И, в общем, весь рассказ построится в парадигме того, что Бог единственный, кто что-то решает в истории. Поэтому это не злоба и алчность Гога, ведут этот северный народ и всякие прочие полчища из народов южных, прочих, да, на землю Израилеву. А вот Бог говорит, что после многих дней ты понадобишься. Вот так. И вот Господь говорит этому самому Гогу, то есть говорит это на самом деле израильтянам через Эзекииля, но обращено пророчество к этим полчищам грабителей и убийц, которые еще где-то там впереди в перспективе. Вот я на тебя, падешь на горах Израилевых, ты падешь. Таким образом, сами израильтяне слышат Бога, обращающиеся к своим, так сказать, потенциальным уничтожителям, жестоким противникам и говорящего, ты падешь, ты падешь. Я явлю святое имя мое среди народа моего. И дальше довольно пространно говорится о том, как израильтяне будут на протяжении длительного времени очищать землю Израилева от всего того, что останется от этих полчищ Гога и Магога. Жечь трупы, жечь оружие, хоронить погибших, вот очищать землю Израилеву. Вот это самое полчища злобы, столб злобы богопротивной, да, это полчища, оно погибнет потому, что среди народа жилище Божье, он святилище в нем. И, тем не менее, потребуется много труда, чтобы очистить землю. Чтобы очистить землю. Это, с одной стороны, чрезвычайно поэтичный, по сути дела, способ предложить надежду израильтянам, но в то же время, конечно, если хотите, и такой вот нарратив о человеческой истории вообще. И о том, кто какие цели в этой истории ставит. Как было сказано и Дмитянам, если ты не ненавидишь кровопролитие, кровь твоя падет на тебя. Не избегнешь крови. Ну вот, и поэтому народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, который я прославлю себя, говорит Господь. Не народ Божий будет прославлен, отбившись от полчищ Гога. Я прославлю себя, говорит Господь. Ты же, сын человеческий, скажи всякого рода птицам, зверям, сходитесь к жертве, которую я заколю для вас к великой жертве. Здесь речь идет о том, что народ, живущий насилием, народ, живущий несправедливостью, неправдой, крабежом, кровопролитием. Вот все это, публика, дело там не в народе, как в этнисе, люди, которые этим живут, они будут уничтожены. И об этом говорится, как о жертвенном празднике Господа. Жестоко. С точки зрения сентиментального современного мира, с точки зрения постмодернизма, где все различные культуры равноценны. Нет, не так. Бог не постмодернист. Добро и зло для него отличаются. Зло имеет право, не имеет право на существование, добро имеет. Вот так. Значит, вот этот жертвенный праздник, когда все, что является источником и носителем зла, изничтожается. Это будет. Это неизбежность истории. Тоже дело не в Гоге и Магоге, в конце концов. А в таком вот метаисторическом нарративе, что происходит в Истове человечества? Раз за разом, круг за кругом. Все несущее в себе зло, мотивированное злом, все разрушается и исчезает. Все вечности жерлом пожрется, как Державин говорит. И это важная вещь. И для израильтян, которые слушают из Екиля, и для нас, которые через 2500 лет это читают. «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, и руку мою, которую я наложу на них». Что, собственно, в чем выражается этот суд мой, о котором говорит Господь, рука, которую налагает на народы. Суд заключается в том, что дом Израилев был переселен за неправду, потому что они поступали вероломно. Я сокрыл от них лицо мое. Они все пали за ничтоты и беззакония. Я сделал это и сокрыл от них лицо мое. А теперь возвращаю плен Иакова и помилую весь дом Израиля. Милость к тому, кто возвращается в завет Божий. Милость к тому, кто возрождается к жизни в правде Божьей. Две главы назад речь шла о воскресении мертвых, о том, что все будут перед Богом восставлены и, соответственно, в этот завет мира с Богом войдут. И уже не буду скрывать от них лица моего. Вот в чем заключается этот суд. Вот в чем явится святость Божья перед народами. Что он помилует, он возвратит к жизни. «И залью дух мой на дом Израилев», говорит Господь. Вот тот дух, который делает человеческое сердце из каменного плотяным. Когда почувствуете к себе отвращение за беззаконие ваше, тогда, дух мой, возродит ваши сердца, тогда вы войдете в завет мира, и тогда вы увидите, что я Господь. Субтитры создавал DimaTorzok